приветствую вас уважаемые любители рыбалки и рыбовой ловли сегодняшний выпуск я хотел бы рассказать такую насадку как болтушка для тех любителей рыбовой ловли тех кто с ней знаком я в принципе думаю вам это видео будет не столь интересно это видео будет интересно только тем любителям рыбалки которые только начинают свой путь ну или которые никогда не слышали про нее и так что же такое болтушка болтушка это прежде всего манная крупа берется банка обычно с магазин покупайте дешевую брать самую качество приготовления на прикормке не прикормки на садке это не влияет далее нам понадобится какая-нибудь емкость данном видео я использую вот такую маленькую бутылочку обрезал ее сверху и соответственно выкинул сейчас собираюсь на рыбалку для того чтобы было удобно пользоваться ей вот ее можно потом впоследствии убрать в пакет и соответственно уже ловить на нее вот для размешивания взял вилку обратной стороной в емкость насыпается по необходимости в зависимости от того сколько времени собираете словить насыпаю где-то 1 4 1 3 от этой емкости манки далее заливается вода вода наливается таким образом такой пропорции чтобы у вас манка была в принципе вот такой консистенции то есть налили чуть-чуть помешали и дали ей постоять отдохнуть идет минут десять-пятнадцать и соответственно уже дальше продолжаете болтать взбивать и соответственно отсюда и название данной насадки то есть болтушка взбиваете и долго-долго-долго-долго до определенной консистенции до состояния резины так сказать пока она не будет вас тянутся не взбиваем 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 можно сбивать некоторое время там 10-15 минут побили можно ее оставить чтобы она у вас это насадка отдохнула стояла если у вас получается слежком жидко допустим на данный момент она очень слабая да можно чуть-чуть подсыпать манку буквально немножко добавляем еще манки соответственно крупа при попадании во влагу она разбухает те кто будет ловить или пробовать на эту данную насадку советую делать ее уже непосредственно берегу связи с тем что я еду уже на водоем то есть непосредственно для ловли уже с готовой я этого делать не стал потому что холодно довольно таки осень уже на дворе вот октябрь месяц я ее делаю дома но советую брать с собой просто манку пакетик с манки на берег водоема там находите бутылку срезаете соответственно полутора-двух литровую полу-литровую полу-литровую срезаете ее надо до дунышка срезаете ветку и соответственно уже манку болтушку делаете на той воде из которой ловите рыбу то есть это даже многие советуют то есть минимальное подозрение вызывало у рыбы на данную насадку попадается рыба вся белая рыба даже ок у ней ротан у меня попадался на нее так я причисляю больше к случайности нежели к какой-то закономерности потому что поплавок качался на волнах соответственно беленькая насадка была в динамике в движении и соответственно хищник реагировал на нее кидался вот опять она слабенько получилась еще добавляем вот так же полу размешивание мешаем 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 сегодня собираюсь на водоем посидеть половик лотву надеюсь я отсниму видео если получится по природным особенностям сегодняшнего ловли то есть на улице сильный ветер сегодня у нас октябрь поэтому белая рыба в принципе плотва должна клевать довольно таки на всем протяжении светового дня ориентируюсь я на все-таки вторую половину дня то есть сейчас 12 часов дня собираюсь где-то на вечернюю зорьку грубо говоря место выбрал довольно таки глубокое под свалом где весной неплохо попадался у меня клейка где неплохо не ловила клейка вот изготовление болтушки у вас может занять довольно таки минут 20-25 может 30 летний период времени когда вы делаете насадку это гораздо все быстрее плюсовой по температуре где-то 28-30 манка быстрее приготавливается то есть добавляем еще манки соответственно на водоеме я уже слежу веточку или подберу которые будут там необходимы по размеру для насадки конечно советую вам данную насадку забивать шприцы то есть покупаете в аптеках 20 кубиковые шприцы и забиваете ее в шприц то есть вытаскиваете сам шприц вот иголку соответственно обламываете выкидываете она не нужна забиваете шприц от насадку и все фиксируете то есть там для насаживания там на берегу это здорово облегчит вам насаживание данной насадки то есть я в летнее время когда вот ездил специально за платой или за уклейкой я как правило делаю два шприца 20 кубиковых это довольно таки на полдня вполне вполне хватает вот получается у нас уже чуть-чуть осталось дальше вообще готова манка то есть она должна быть резиновая по свойствам по своим тягучая она взрывается дает клейковину и соответственно у вас получается такая смесь интересно да у нас тягучая вот так надо чуть-чуть водички добавить буквально чуть-чуточку пару капель добавляем для того чтобы она не была слишком крепкой так размешиваем вода должна впитаться нашу насадку и немного ее расслабить дать определенную необходимую налогу в принципе практически готово сейчас пока доеду я до водоема она уже сама соответственно дойдет то есть питает влагу и будет уже довольно таки прочная насадка которую сбить так просто то же самое уклейке или плотве не удается на эту насадку сколько я не ездил я ловил практически во всех областях в которых я был если я не попадал и мне удавалось ловить рыбу то есть она одинаково хорошо работает и на киеве и на озерах и на прудах то есть она работает по карасю по плотвеям ну по себе белой рыбик по все что у нас есть она работает абсолютно по себе белой вот вот в том числе и по карпу ну карпу не крупному соответственно меня даже товарищ ловил на нее на платнике вот как раз по карпу и покрасил на нее ловил в насадку можно добавлять разного рода аттраканты то есть это начиная от масла подсолнечного нерафинированного и заканчиваю там специальными какими-то ароматиками которые вы будете пользоваться то есть в принципе ну наставками аттракантами я особенно не увлекаюсь предпочитаю натуральную вот эту ее использовать в натуральном виде в натуральной форме вот появится еще вот она получается такой довольно таки эластичным то есть она получается как замазка обычно я ее не добиваю довожу пока до водоема она уже приобретает необходимую массу клейкость но это я уже много сделал на этой водоемой рыбалки будет очень-очень много буду я с собой брать две донки или буду брать одну удочку донки соответственно буду ставить на опарыш и червя а на болтушку буду ловить непосредственно плотну по берегам вот есть у меня две точки на которые я ориентируюсь погода сегодня ветрена еще раз повторюсь буду искать там он где можно спрятаться и более-менее с комфортом порыбачить в принципе все вот она наматывается вот 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 а вот 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 здесь Ну в принципе и все, наша болтушка практически готова. Сейчас я буду ее подбивать, соответственно на водоеме уже буду снимать видео, посмотрите как на него ровить. Вот, должна быть вот такая вот эластичная. Не рваться ничего, но это сейчас еще буду добивать ее, доделывать вот до конца, соответственно буду ее ловить. Еще раз повторюсь, для большего эффекта лучше конечно делать ее на водоеме из прудовой или речной воды, ну или из воды, в которой вы производите уровень. Вот, просто берите с тобой пакетик сманка и там уже делаете что-то. Снизаете бутылку, берете веточку и сидите взбиваете, пока основные удилища стоят у вас. сейчас можно сделать вот такую, довольно таки бодрая она приманка, очень много раз активизировала, она у меня клев, очень много я на нее рыбу перелавил, особенно плотвы и уплеки. вот такая тягучина получается. вот так вот, вот так вот, вот так вот. Ну, в принципе, все готово, все, сейчас буду упаковывать и уже на удаюне процесс на лайк. Всем, кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, смотрите новые мои выпуски. Если что, кому интересно, будет или непонятно, по данной насадке, можете писать в комментариях, отвечу. Подписывайтесь на канал, смотрите видео, ставьте лайки. Все. Всем, которому понравилось видео, буду рад вас увидеть и слышать заново. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok